Итак, мы выделили семь основных типов таликов. Радиационно-тепловой, гидрогенный, глициогенный, гидрогиогенный, химогенный, вулканогенный, техногенный. Семь типов. Вот здесь представлен вариант распределения различных типов таликов по территории. Здесь показаны на этом рисунке в основном радиационно-тепловые талики, которые, как мы говорили, связаны с составляющими радиационно-теплового баланса. Скажем, склон южной экспозиции, где за счет радиационной поправки может быть повышение температуры и формирование талика. Или за счет снегонакопления, или за счет другого характера растительности. Важно подчеркнуть, что эти разные талики, они бывают часто связаны между собой движением подземных вод. Скажем, вот этот талик радиационно-тепловой на водоразделе. После инфильтрации сформировавшиеся подземные воды двигаются и попадают в гидрогенный талик под руслом реки. Вот. Разгружаясь в эту реку. Вот таким образом. Среди гидрогенных таликов часто бывает связь между подозерными таликами и, скажем, таликами, которые возникают в руслах водотоков различных, или рек, и так далее. Вот эти теплые ледники, под которыми формируются глицогенные талики, в общем, описаны в частности на Теньшане, Горбуновом. В геологическом прошлом, возможно, они имели очень широкое распространение на севере Европы, и в Америке, и части Сибирской территории. Химогенные талики, как вы с вами говорили, связь с выветриванием, связь с некоторым минералообразованием, в частности окислением сульфидов, приводит к тому, что такие талики формируются, и иногда это бывает, например, и в отвалах, в отвалах выработок, горных выработок. Теперь о классах таликов. Выделяется пять основных классов. Безводные талики. По некоторым причинам вода может там практически отсутствовать, если они сложены, скажем, водонепроницаемыми или дренированными породами. Талики с застойными водами. Такие талики, скажем, могут быть ограничены водоупорами, и, соответственно, циркуляции воды там не возникает. Затем грунтово-фильтрационные талики. При движении подземных вод вот такого грунтового типа. Инфильтрационные талики, то есть талики, в которых осуществляется инфильтрация атмосферных осадков. И, наконец, напорно-фильтрационные талики. Подземные воды в них обладают напорами и имеют восходящее движение по тектоническим или закорстованным породам. Вот таким образом. Пять классов. Дальше талики могут быть классифицированы по источникам тепла. Это эндотермические и экзотермические. Например, баранами выделялись талики. То есть те, если, скажем, источник был эндотермический или экзотермический, выделялись также по источникам тепла эндогенные, экзогенные и полигенные. Среди эндогенных таликов Некрасов, например, выделял вулканические и тектонические. Вот такая классификация. Понятно, что источник тепла действительно может быть внутренний, может быть внешний. Поэтому предлагалась такая классификация. Затем по способам теплопередачи. То есть это кондуктивные, конвективные. При движении подземных вод, естественно, они приносят тепло. И, соответственно, осуществляется такой теплоперенос, конвективный, обеспечивающий иногда формирование талика. Ну и действительно, скажем, Суходольским, известным геокреологом Чижовым, подразумевалось, что в кондуктивных таликах воды имеют застойный характер или вообще отсутствуют. А в конвективных осуществляется движение воды вот таким образом. По положению в рельефе выделяются водораздельные, долинные и иногда склоновые талики. И, наконец, по особенностям движения могут быть водовыводящие или водопоглощающие. Ну, понятно, скажем, манипуляционные талики, это водопоглощающие талики, а также водопроводящие могут выделяться. Вот классификация таликов по источникам тепла, по способам передачи, по положению в рельефе и по особенностям движения подземных вод. Теперь давайте поговорим о различных типах вод, о различных типах подземных вод в калилитозоне, об их особенностях химических и особенностях динамики. Надмерзлотные воды несклозных таликов формируются, скажем, в таких местах, подозерный талик. Ну, это обычно воды четвертичных отложений осадочного чехла или воды зоны выветривания скальных пород. Поэтому летом, как правило, они не имеют напоров, а зимой иногда приобретают напоры, временные, конечно, такие напоры. А по характеру, скажем, химического состава часто близки к водам сквозных таликов, которые как-то находятся на этой же территории. Для сквозных таликов характерны самые разнообразные условия. Вот сквозной талик под руслом реки он сформировался. В данном случае здесь происходит разгрузка, хотя в некоторых случаях может быть и обратное движение, может быть и питание, скажем, если такой талик находится на водораздельной поверхности и так далее. Важно иметь в виду, что это воды самого различного температурного и гидравлического режима. Теперь подмерзлотные воды. Как мы уже говорили, вот, скажем, подмерзлотные воды, один из потоков подмерзлотных вод, могут разделяться на контактирующие и неконтактирующие. А также воды глубинные, которые находятся на какой-то большой же глубине, и как-то связь их с мерзлой толщей никак не проявляется. Контактирующие воды, в отличие от неконтактирующих, зависят от режима движения подошвы мерзлоты. Если, скажем, он опускается, происходит формирование мерзлоты, увеличение его мощности, в этом случае напоры могут повышаться. Ну и наоборот. Соответственно, если наоборот происходит деградация, поднятие подошвы, то в этом случае напоры могут иметь аномально низкие значения. Вот таким образом. Теперь межмерзлотные воды и внутримерзлотные воды. Вот это такой особый вид вод. Они часто имеют, собственно, прогидравлическую связь с другими водами клетозона. Для межмерзлотных вод. Вот, скажем, вот здесь участок возможного формирования межмерзлотных вод. А внутримерзлотные воды не имеют, собственно, возможности водообмена с другими водоносными горизонтами. Ну, часто имеют свой особый химический состав, скажем, сформировавшийся в результате промерзания воды или, наоборот, ее оттаивания. Вот. Теперь вот эти внутримерзлотные и межмерзлотные воды могут быть классифицированы или выделены среди них две группы. Первая группа — это криопегия рассола. Вот часто это бывает, поскольку происходит вымораживание. Собственно, эти воды — это вот остаточные какие-то водоносные горизонты, которые образовались после формирования многолетней межмерзлых пород. Поэтому часто это воды с высокой минерализацией. Вот. Особенно широко распространенные на арктическом побережье или вот в областях, скажем, преобладания испарения над осадками. Вот. И зонами возможного образования засоленных межмерзлых толщ. Вот. Таким образом. Ну и вторая группа, которые могут также присутствовать в составе межмерзлотных и внутримерзлотных, которые имеют положительную температуру и слабом нейрализованные. Итак, вот давайте сейчас поговорим об очень важном процессе, который характерен для крелитозоны. А именно вот креогенная метаморфизация химического состава. То есть при промерзании выделение солей, опреснение льда, вот, и это достаточно сложный процесс. Почему он называется метаморфизация? Потому что химические реакции, которые происходят при таком промерзании, это достаточно сложно. Сейчас мы несколько позже об этом поговорим. При промерзании происходит креогенное концентрирование природного раствора. При оттаивании возможно креогенное опреснение. Ну понятно, более пресный лед оттаивает, и в результате происходит опреснение подземных водоносных горизонтов. Вот таким образом. Значит, оба этих процесса, как креогенное концентрирование, так и креогенное опреснение, вот, объединяются понятием креогенного метаморфизма или метаморфизации химического состава. Вот, это ведь может происходить много раз, правда, не обязательно однократно. Это чаще всего, как раз многократно преобразование, такие вот условия промерзания, оттаивания возникают. Поэтому вот эта креогенная метаморфизация, она имеет много стадий, и это достаточно длительный процесс по существу, преобразующий иногда очень существенно изначальный состав, химический состав подземных вод. Вот, при замерзании вот такого почвенного раствора или подземных вод происходит образование креогидратов. Это такие продукты, которые состоят, собственно, из кристаллов воды, то есть льда и соли. При этом не происходит, как правило, химического взаимодействия, как правило, в некоторых случаях бывает. А эфтектическая точка в таких системах называется, ну, принято ее называть, креогидратной точкой. Вот. Причем, если раствор по составу находится левее креогидратной точки, то есть, ну, как-то опреснен, то есть находится соль в меньшей концентрации, чем требуется для вот этой креогидратной точки, при охлаждении сначала выделяется лед, потому что воды больше, вот, а затем при достижении этой креогидратной точки начинается, начинается кристаллизация обоих компонентов, и воды, и льда. При условии, если концентрация в растворе больше, чем концентрация в криогидрате, концентрация солей, то при охлаждении сначала выделяются кристаллы соли, раствор достигает криогидратной точки, и затем начинается такая совместная кристаллизация. Вот здесь, в этой таблице, представлены различные эфтектические температуры водно-солевых систем. Ну, вот наиболее типичные соли, которые содержатся как в морской воде, так и в подземных водах. Обратите внимание, что вот температура раствора карбоната кальция, вот эта криогидратная точка карбоната кальция или температура кристаллизации, она достаточно высокая. Вот, так же как гидрокарбоната натрия, например, это всего минус, там, около минус 2 градусов. Вот, то есть это достаточно часто может, и начало, собственно, кристаллизации солей возникает при вот уже температурах примерно 2 градуса, ну и так дальше. Дальше вот выпадает, скажем, эрбелит при 8 градусах, мы говорили и так далее. Вот здесь несколько моментов, на которых я хотел бы остановиться. Ну, во-первых, если у нас возникают более сложные растворы, а природные растворы все сложные, они не двухкомпонентные, они многокомпонентные, содержится много солей одновременно в растворе. Вот в этом случае наблюдается эффект вот сдвигания вот этих эфтектических точек в сторону более низких температур на самом деле. То есть, если, скажем, какая-то соль вот имеет эту эфтектическую точку вот при температуре там карбонат кальция, скажем, минус 2 градуса или меробелит, при увеличении концентрации может наблюдаться вот смещение в сторону понижения температуры, более низкие температуры эфтектических точек. Вот это первый момент. То есть, это вот эта таблица, так сказать, вы видите тут в некоторых случаях, и, собственно, и сами точки определяются достаточно сложно. Вот, но наблюдается в том числе их вот такая сдвижка этих точек. Вот так. Второй момент, очень важный. Вот помните, я вам говорил, что когда замерзает морская вода, мы, собственно, начинали с меробелита. Да, вот почему, интересно, вот кто-нибудь может объяснить. Видите, по таблице-то у нас получается, что по идее должен карбонат выпадать в осадок. Да, почему я говорил, что при замерзании морской воды наблюдается выпадение меробелита. Вот, ответите на этот вопрос или нет. Значит, ну вспомните состав морской воды. У нас вообще-то в составе воды сульфатов примерно в 30 раз больше, чем карбонат. То есть, конечно, там есть карбонаты. Конечно, значит, должно наблюдаться их выпадение и наблюдается. Но просто по количественному соотношению они значительно меньше находятся на содержании, чем сульфаты. А в природных водах, вот скажем, в водах подземных, подземных водах у нас наблюдается совсем другая картина. Помните, я говорил о том, что природные воды, подземные воды в частности, они бывают гораздо более насыщенной углекислотой. Ведь вода морская находится более-менее, конечно, тоже далека от равновесия с концентрацией углекислого газа в атмосфере. Но концентрация углекислого газа в атмосфере очень маленькая, поэтому и в воде океана, в общем, не очень много гидрокарбонатов, ну и карбонатов, конечно. Вот, анионов я имею в виду. А подземные воды, тем более, что там еще много биогенного газа насыщены. В общем, часто бывает достаточно большая концентрация углекислого газа, соответственно. Из-за этого у нас содержится, они растворяют, естественно, больше карбонатов, угольная кислота образуется. Значит, вот, и возникают условия при большой концентрации углекислого газа для растворения карбонатов. То есть в природных водах карбонатов, в таких вот водах, подземных водах, карбонатов содержится гораздо больше. Вот, поэтому, как только начинается замерзание, охлаждение, вот, естественно, наблюдается выпадение карбонатов. Эти вот солевые выцветы карбонатные иногда можно видеть, скажем, вот, даже после того, как сошел снег на, скажем, стволах деревьев или на поверхности почвы, можно видеть такие соляные, знаете, такой белесый налет карбонатов. Вот, ну и кроме того, ведь при замерзании у нас углекислый газ просто выделяется, правда, просто выделяется, значит, то есть снижается его концентрация, соответственно, возникают условия для выпадения карбоната кальция. Вот таким образом. Так что, вот отличие от замерзания морской воды и замерзания природных растворов, которые находятся в составе поровых растворов, в составе подземных вод. Вот, ну вот, по-видимому, вы знакомы с понятием жесткости, да, вот обусловленные часто вот гидрокабронатом кальция и магния. Вот, это довольно такой важный показатель для использования системы доснабжения. Вот, природные воды различаются вот на три категории, мягкие до 2 мг, средней жесткости 2 до 10 мг эквивалент в литре, жесткую такую категорию, более 10 мг эквивалент в литре. Вот, при этом, значит, вот, жесткая вода образует накопление, скажем, в системах отопления и так далее, вот, вызывая, так сказать, затруднения вот в интенсивности теплообменов, значит, перерасход топлива может наблюдаться и так далее, перегрев систем. Вот, то, что касается потребления человеком, то, как правило, потребление жесткой воды не является, так сказать, препятствием, вот, так в целом. Вот, вот, но, в общем-то, могут наблюдаться, есть некоторые данные о том, что большая жесткость может, например, приводить к образованию мочевых камней. Вот, а наоборот, слишком маленькое содержание этих гидрокарбонатов кальция и магния может приводить к тому, что увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вот таким образом. И, конечно, вот из-за этих процессов промерзания, оттаивания и в надземных водах, и, конечно, в подземных водах наблюдается колебание жесткости. В частности, вот, скажем, жесткость воды в реке Волги в марте 4, вот, в конце зимы, а в мае, уже после того, как сошла талая вода, поднялся уровень и так далее в реке, видите, уменьшается жесткость почти на порядок. Вот такие сезонные колебания вообще характерны для природных вод. Вот, теперь об очень важной задаче. Дело в том, что мы с вами говорили, вот, моделирование процесса промерзания связано с решением так называемой задачи Стефана. Движение фронта с условием на фронт, решение двух задач теплопроводности в талой и мерзлой зоне и вот с условием на фронте, когда происходит тепловыделение или, наоборот, требуется тепло для движения, скажем, фронта оттаивания. Вот, и это достаточно сложные задачи, не имеющие, как правило, аналитического решения и требующие численных методов моделирования. Вот, хотя имеются многочисленные программы для решения, в том числе у нас на кафедре создаются такие программы. Вот, но как только возникает более сложная задача, а именно, скажем, взаимодействие, вот, у нас есть, скажем, граница мерзлоты, вот, здесь показано, вот, этим обычным значком, вот, здесь мерзлая часть, а, значит, здесь наблюдается движение, вот, под мерзлотных вод, ну, и здесь разгрузка где-то на склоне. Вот, если необходимо решить задачу, скажем, движения вот этой границы при каких-то условиях на поверхности, тепловых условиях, вот, и при каком-то тепловом потоке и так далее, Даже если мы знаем тепловые характеристики этого потока, то есть расходы, температуры и так далее, все равно это настолько сложная задача сегодня, что, в общем, даже численными методами пока таких решений, в общем-то, не существует, таких достаточно хороших, надежных решений, чтобы мы могли моделировать вот такие условия. Вот, я надеюсь, что это за вами, вот, решение этой задачи в будущем. Вот, сегодня она, к сожалению, не решена. Вот такая задача одновременного моделирования теплового режима, промерзания с фазовыми переходами, с подвижной границей, с выделением поглощением тепла и при этом привносом, скажем, дополнительного тепла фильтрационным потоком, вот и так далее, вот это еще остается задачей будущего в значительной степени. Если мы обратимся ко всей территории нашей страны, вот посмотрим, так сказать, на общую структуру этого огромного региона, то выделяются различные артезианские бассейны, вот несколько видов восточноевропейского севера, западносибирский, восточносибирский и складчатые области, да, восточносибирская, скажем, складчатая область и так далее. То есть построена, вот эта территория довольно сложно, выделяются различные типы структуры, вот артезианские бассейны и складчатые массивы, гидрогеологические массивы, вот как они называются в гидрогеологии, да, вот состоящие из гидрогеологических массивов. Вот, хотя в горных складчатых областях у нас могут выделяться и так межгорные, например, артезианские бассейны замкнутого типа, да. Ну давайте подробно об этом поговорим, вот как построены такие гидрогеологические структуры, платформенные и структуры в горно-складчатых областях, вот такие типичные условия их строения или, значит, вот типичные варианты. Вот артезианская, скажем, система, ну понятно, это платформенная область, осадочный чехол, вот, в котором происходит формирование подземных ток, подземных вод на периферии бассейна, вот движение вод центростремительное, то есть они двигаются к области понижения, вот центральной области артезианского бассейна, там возникают напоры и разгрузка, в общем, в источниками или через русло рек вот этих вод, которые формируются на окраинах артезианского бассейна. Да, вот типичное строение такого бассейна с центростремительным движением подземных вод. Так, вот верхний этаж артезианских бассейнов построен осадочными породами, и так, там как раз возникает система этих водоносных горизонтов. Вот, это чехол, и нижний этаж сложен вот кристаллическими или метаморфическими породами, ну, представляется бы фундамент такого артезианского бассейна. Вот такие основные черты строения артезианских бассейнов. Вот открытого типа, почему открытого типа мы называем эти артезианские бассейны, которые формируются в крылитозоне? Они имеют связь с водами, с поверхностными водами. Вот, то есть мерзлота, хотя может и существовать, но существуют таллики, сквозные таллики, которые обеспечивают гидравлическую связь между поверхностными и подземными водами. Значит, вот в таких артезианских бассейнах, даже в крылитозоне, если они открыты, если возможна гидравлическая связь поверхностных и подземных вод, какие, значит, возникают там особенности в таких бассейнах? Ну, во-первых, относительно равномерное распределение вод по пласта, вот в осадочном чехле. Итак, первое. Вот, значит, химический, скажем, состав, это зависит в основном от генозиса и отложений самих геологического строения, прежде всего. Мы здесь пока не рассматриваем черты, которые возникают при промерзании этого бассейна, да? Ну, естественно, направлением столько от периферии к центру. Вот, довольно большими ресурсами напорных вод, мы знаем, что это основные источники водоснабжения, такие артезианские бассейны. Вот, ну и наблюдается как гидрохимическая, так и геохимическая зональность, выраженная зональность таких вод. Так, значит, какие особенности возникают при промерзании таких бассейнов? Ну, какая-то часть переходит в лед, и ресурсы вот сокращаются, так? Вот, при этом наблюдается закономерность, большее число таликов на юге и меньшее число таликов на севере. Так? Вот. Могут возникать межмерзлотные артезианские водоносные слои. Межмерзлотные. Помните, мы говорили, в Западной Сибири выделяется реликтовый горизонт многолетних мерзлых пород. Соответственно, между реликтовым горизонтом и современной толщи многолетних мерзлых пород возникают условия для формирования вот таких артезианских водоносных горизонтов, межмерзлотных, по сути дела. Вот такие условия возникают в этих артезианских бассейнах. Что еще наблюдается? Ну, во-первых, вот довольно давно уже было замечено, что в таких бассейнах могут наблюдаться низкие напоры. Долго не могли объяснить причины этого явления. Только гидрогеолог, известный Косолапов, в 1963 году для условий якутского артезианского бассейна объяснил, почему это происходит. Ну, мы уже с вами все знаем, правда, почему это происходит. По-видимому, это связано с тем, что наблюдались в этих районах потепление и деградация мерзлых толщ. Помните, возникновение креогенных напоров при промерзании и, соответственно, снижение напоров, возникновение аномально низких уровней в связи с оттаиванием. Так что вот в этих районах, где наблюдаются эти явления, по-видимому, могла происходить деградация многолетней мерзлых толщ. Вот таким образом. Теперь важный, еще очень важный момент. Дело в том, что в таких областях артезианских и областях опускания наблюдается, как правило, более высокая мощность многолетней мерзлых толщ. То есть эти мерзлые толщи, они больше. Почему это происходит? Вот несколько причин. Ну, во-первых, у нас наблюдается нисходящее движение вода, или застойное движение вода в впадинах, правда, нисходящее движение. Вот в целом, да. Кроме того, естественно, это спокойная область, это область опускания. То в таких областях часто наблюдается меньшее значение геотермического потока. Вот этого потока тепла, который идет в недр. Вот первое, значит, нисходящее движение вода, и пониженный тепловой поток. Кроме того, на поднятиях, в частности, или на участках разрывных нарушений, у нас наблюдается более интенсивный теплообмен. По сравнению с артезианскими такими бассейнами, где происходит опускание. Вот. Поэтому, например, скажем, в якутском артезианском бассейне наблюдаются мощности до 500-700 метров. Вот. А мощность мерзлоты уменьшается, да, вот даже до 150 метров для поднятий, скажем, якутского, мунского и усвилюйского, приуроченных к усвилюйскому и мунскому надвигу. Вот. Вот такие особенности. Так. Теперь гидрогеологические массивы. Это вот другая большая или важная гидрогеологическая структура, да, артезианские бассейны и гидрогеологические массивы, характерные для горно-складчатых областей. Вот. Они представляют собой выступы кристаллического фундамента, магматических элементоморфических пород, ну, иногда прикрытых четвертичными отложениями. Примерами являются, например, Балтийский щит, так, Аннабарский, да, вот, Алданский щит. Для них, в отличие от артезианских бассейнов, наблюдается развитие трещинных и трещиножильных льдов. Вот. Пластовые водоносные горизонты для них не очень характерны. Здесь, естественно, трещины в зонах выветривания и так далее. Трещины, жильные, такие водоносные горизонты возникают на этих пород. Ну, наверное, вам известно понятие адмассив, да, вот так же, как адартезианский бассейн, так же могут быть гидрогеологические массивы и гидрогеологические адмассивы, да. Вот. Это вот такая вот смесь, если хотите, так сказать, такое вот сочетание черт, которые характерны для массива, но при этом могут проявляться, скажем, какие-то черты, характерные для артезианских бассейнов. Например, в таких адмассивах может быть осадочный чехол, вот, и все равно при этом наблюдается преобладание все-таки трещина жильных льдов, почему они называются все-таки адмассивы. Хотя в них могут сохраняться и пластовые подземные воды, поскольку присутствуют осадочные отложения, вот такое смешение, да. Вот. И в отличие от центробежного стока подземных вод, характерного для гидрогеологических массивов, здесь локально может наблюдаться и центр стремительный сток. Вот. Характер движения подземных вод направлены к центру. Вот. Вот. Значит, ну, действительно, непрерывный ряд можно наблюдать от артезианских бассейнов к гидрогеологическим массивам в данном случае, да, через адартезианские бассейны и гидрогеологические адмассивы, да, вот такое вот постепенное движение. Вот. Вот важный вопрос — это преобразование гидрогеологических структур при промерзании. Вот. Что происходит, если граница мерзлоты опускается все ниже и ниже? Вот возникают разные типы структур. Вот давайте их рассмотрим. Вот. Сначала преобразование артезианских и адартезианских бассейнов. Как преобразуются вот такие, в основном, платформенные структуры, да, с осадочным чехлом. Значит, первая стадия здесь рассмотрена. Артезианский или адартезианский бассейн сплошного промерзания, открытый. Значит, полностью, в общем-то, территория занята в основном многолетними мерзлыми породами, да, но сохраняются сквозные талеки. Вот подозерные, подрусловые талеки сохраняются, поэтому он открыт, такой артезианский бассейн, да, для движения подземных вод. Как питание, так и разгрузка может осуществляться по этим сквозным талекам. Дальше. Граница мерзлоты, подошва многолетних мерзлых пород двигается дальше, опускается. Что происходит? Сквозные талеки превращаются в несквозные, так? То есть теряется связь между поверхностными и подземными водами. Очень важное преобразование. Все, так сказать, гидрохимически, динамически, они разделены. Вот это артезианский бассейн сплошного промерзания и закрытый. Называется закрытый. Это тоже сплошное промерзание, но этот бассейн закрытый. Вот, закрылся для взаимодействия. Так, соответственно, меняется и динамика подземных вод, и химический состав, и так далее. Теперь. Дальше может происходить промерзание. Еще больше опускается граница, часто. И возникают условия для формирования подмерзлотных вод. При этом граница нулевой изотермы, она может опускаться гораздо ниже, а вот сама граница мерзлоты отрывается от нулевой изотермы. У нас возникает горизонт вот этих вот высокоминерализованных вод. Как они называются? Криопеги, правильно? Криопегов, которые находятся между подошвой мерзлоты и положением нулевой изотермы. Вот здесь. Вот это случай, когда разделена граница мерзлоты и граница нулевой изотермы, и между ними находится водоносный горизонт с криопегами. Это случай так называемого крио-артезианского бассейна. Вот он представлен здесь, крио-артезианский бассейн. И, наконец, промерзание продолжается. Замерзают и эти криопеги, температуры опускаются, опускается граница, мерзлоты еще ниже. Ну, что может оставаться? Значит, могут оставаться, конечно, какие-то разрывные нарушения, по которым все равно может осуществляться, скажем, питание-разгрузка. Вот все, что остается. Но это уже не пластовые воды, это уже трещинные воды. Поэтому вот эта последняя структура, наиболее холодная, с наибольшей мощностью мерзлоты, называется криогенный пост-артезианский бассейн трещинных вод. То есть здесь уже нет фактически черт артезианского бассейна. Вот это питание пластовых горизонтов на периферии и разгрузки в центральной части, и сам характер воды изменяется. Вот это вариант криогенного пост-артезианского бассейна трещинных вод. Теперь давайте поговорим об особенностях подземных вод в гидрогеологических массивах. Что происходит при промерзании? Мы говорили, что происходит в артезианских бассейнах. Теперь что происходит в гидрогеологических массивах? В основном те же изменения. Только надо иметь в виду, что водонасыщенная зона в таких гидрогеологических массивах наблюдается в зоне выветривания, там, где возможно формирование фильтрации и так далее. Там, где фильтрационные характеристики порода, а это выветрилая зона, позволяют организовать их движение, накопление этих вод. Но, тем не менее, при промораживании наблюдается, естественно, уменьшение ресурсов. Вот эта зона, она же ведь в верхней части расположена, правда? С поверхности начинается, и наиболее выветрилая часть пород как раз находится и на поверхности, и она начинает промерзать. Соответственно, у нас ресурсы резко уменьшаются, правда? Потому что промерзает как раз вот эта трещиноватая зона. Это вот первая особенность. Уменьшение, резкое уменьшение ресурсов подземных вод в таких гидрогеологических массивах. Второе. Это тоже очень интересно. Дело в том, что это такое интересное явление. Вот на подошве мерзлоты, вблизи подошвы, наблюдается неожиданное увеличение выветрилости пород. Вот это достаточно, может быть, большая глубина, там, не знаю, 100 метров, 200 метров мерзлоты. И вот на подошве это, вообще говоря, уже не выветрила порода. Это уже, так сказать, практически малонарушенные, скажем, магматические или метаморфические породы. И вдруг вблизи границы наблюдается такая трещиноватая зона. Кстати говоря, часто водонасыщенная, естественно. Ну, скажем, клеопегами или подмерзлотными водами, если это ниже границы нулевой изотермы. Вот. Что происходит у нас? Как? Вот как объяснить такой странный эффект? Получается выветривание на больших глубинах, вот, в литосфере. Как это может происходить? За счет чего? Ну, очевидно, что вот движение границы мерзлоты, то есть движение подошвы мерзлоты, вот она ведь в зависимости от изменения климата, она может опускаться, она поднимается. Вот. Происходит все время движение этой границы. То есть наблюдается многократное промерзание оттаивания пород. И получается, что даже изначально невыветрилые массивы магматических метаморфических пород подвергаются такому криогенному выветриванию за счет движения подошвы мерзлоты. И возникает этот выветрилый горизонт. Вот такой необычный интересный эффект, который, кстати говоря, приводит к формированию водоносного горизонта либо криопегов, либо с положительной температурой. Вот. Ну, естественно, что возникает еще, скажем, явление возникновения таликовых зонно-плоских водоразделов. Значит, иногда вот и определяется это отепляющим, скажем, велением инфильтрации. Вот. Выходы подземных вод по тектоническим разломам в зонах нарушения. Вот такие черты присущи гидрогеологическим массивам. Теперь давайте рассмотрим, как изменяются гидрогеологические массивы при промерзании. Вот тоже несколько стадий промерзания гидрогеологических массивов. Сначала небольшая площадь распространения многолетних мерзлых пород. То есть возникают, так сказать, условия такого прерывистого промерзания вот этого криогидрогеологического массива. Они вот, кстати говоря, называются гидрогеологические массивы, когда они уже начали промерзать. Вот. Их часто называют гидрокриогидрогеологические массивы. Не просто гидрогиологические массивы, а криогидрогиологические массивы. В них присутствует мерзлота, поэтому они крио. В начале прерывистое промерзание. Более-менее свободно осуществляется как питание, так и разгрузка подземных вод. Следующая стадия. Граница опускается. Соединяются эти острова мерзлоты. Возникает условие сплошного, но неглубокого промерзания. Сплошного, но неглубокого промерзания. У нас сохраняются талеки, например, под руслами рек и под озерами. Иногда так. Вот это условие сплошного, но неглубокого промерзания. Еще существуют сквозные талеки под водоемами. Затем следующая стадия. Продолжает опускаться граница. И тут еще у нас вот эта выветрилая зона, о которой я говорил, с поверхности, которая находится, она еще не полностью проморожена. Поэтому она неглубокая еще. Не полностью проморожена. Это зона выветривания, в которых и сосредоточены в основном запасы подземных вод. Вот когда граница мерзлоты, подошва уже находится ниже вот этой зоны выветривания, где формируются подземные воды, то это вот условие уже сплошного глубокого промерзания. Все, здесь уже почти не осталось. В принципе, могут сохраняться талеки, в том числе сквозные под водоемами или в каких-то других условиях. Но эта зона трещиноватая уже проморожена. Поэтому это глубокое промерзание. И, наконец, зона сверхглубокого промерзания. Здесь уже проморожены талеки, подозерные, подрусловые талеки. И могут оставаться только в каких-то исключительных условиях только, может быть, движение подземных вод по разрывным нарушениям. Зона или стадия сплошного сверхглубокого промерзания. Сверхглубокого промерзания. Промораживается уже все, и практически ресурсов не остается. Вот таким образом. Значит, нужно сказать, что вообще это достаточно условные схемы, коллеги. Вот в реальных условиях, вот те, что встречаются, вы встретите, когда будете находиться в поле и будете рассматривать разрезы и так далее. Там окажется, что вообще говоря, все достаточно сложно. То есть эти все типы структуры, они могут, так сказать, как-то накладываться друг на друга. Черты вот этих структур проявляться, значит, в разных местах, значит, по-разному. Не как-то могут переходить друг к другу и так далее. То есть я хочу сказать, что эти условные, эти вот выделения, выделения этих стадий и самого характера движения подземных вод, это, в общем, вещь достаточно условная. Пожалуйста, обратите внимание. То есть в природе все устроено гораздо сложнее. И часто эти черты вот как-то накладываются, и, значит, очень трудно действительно выделить вот в чистом виде вот эти разные стадии, разные типы структур. И, наконец, несколько слов об наледях. После всего того, что мы рассмотрели, вы понимаете, что вот условия, в которых, когда вода оказывается в таком, так сказать, замкнутом пространстве, и возникают такие сложные условия на поверхности промерзания, то условия для формирования наледей, то есть вот выходы, скажем, выхода для выхода подземных вод и, значит, их замерзания, образования наледей могут быть самые разные. Вот конфигурацию здесь посмотрите. Здесь разные варианты. Значит, вот такой одиночный выход, вот когда часть этой поверхностной зоны промораживается, здесь, может быть, множественные выходы и формирование множественных наледей, ну и так далее. Вот условия достаточно, так сказать, такие многообразные. И вот в зависимости от того, как по территории происходит промерзание, вот где образуются фронты промерзания, в зависимости от этого и возникают условия для выхода воды на поверхность и формирования наледей. Вот. Ну вот на этом мы заканчиваем тему подземные воды, крелитозоны. Сейчас мы рассмотрим следующий раздел курса геокреологии, который называется «Методы исследований». Методы исследований в геокреологии. Вот основной такой комплексный метод исследований, которым используется в нашей науке, это так называемая съемка, геокреологическая съемка, или иногда ее называют мерзлотная съемка, это синонимы. Вот. Основной вид геокреологических исследований. Это комплекс таких полевых, лабораторных, камеральных работ, которые включает, так сказать, самые разные методы, он включает самые разные методы, да, но имеет целью изучение закономерностей формирования многолетней мерзлых и сезона мерзлых пород и мерзлотных процессов или криогенных процессов. Помните, вот, то, что говорил Владимир Алексеевич Кудрявцев? Нельзя изучать вот срез, мгновенную картинку, как он говорил, фотографию условий, которые мы наблюдаем. Мы не можем просто прийти и измерить температуру или положение, скажем, границу мерзлоты, глубину оттаивания, без того, чтобы выяснить, как формируются мерзлотные условия, почему граница находится на этом уровне, как она меняется. Вот нам необходима не, так сказать, мгновенная картинка, не временной такой срез, который мы можем наблюдать одномоментно в полевых условиях, а нам необходимо понять закономерности, как это формируется. Только в этом случае мы можем как-то представлять себе, почему это произошло, а самое главное, выполнить следующее, что необходимо для, вот, в процессе геокриологической съемки, а именно, нам нужно выполнить прогноз, так, нам нужно знать, что будет дальше. То есть, понять, вот, геокриологические условия возможно только на основе изучения закономерностей, кроме того, целью является составление геокрологических карт, как я уже сказал, прогноз, геокрологический прогноз, мы должны знать, что будет дальше, так, мы должны разработать мероприятия по управлению, если нас не устраивают эти тепловые или геокрологические условия, если нас не устраивает положение мерзлоты, значит, мы должны назначить мероприятия, каким-то образом управлять, да, и, кроме того, мы должны составить рекомендации по строительству и эксплуатации инженерных сооружений в этой области для того, чтобы обеспечить вот их устойчивость, правда, и, естественно, охрану окружающей среды. Вот таким образом. Вот это цель мерзлотной или геокрологической съемки, которая является основным инструментом в геокрологических исследованиях. Эта съемка включает в себя несколько задач, вот несколько важных задач. Вот цель, мы уже говорили, изучение, основная цель изучения закономерностей, да, прогноз, картирование, рекомендации и управления. А задачи следующие. Во-первых, мы должны изучить особенности теплообмена на поверхности, правда? Помните, значит, мы говорили, что в основном условия на поверхности формируют температурный режим горных пород. От того, что на поверхности, зависит то, что происходит уже в литосфере, так? Вот мы должны изучить закономерности формирования температурного режима, потому что температурный режим прежде всего определяет все остальное, и границы, да, и развитие процессов, и так далее. Вот именно температурный режим определяет, значит, вот гикрологические условия в значительной степени так. Затем мы должны изучить распространение условий залегания толщи мерзлых горных пород. Естественно, мы должны определить, так сказать, их пространственное положение, их, так сказать, вот условия залегания, естественно. Очень важно изучение особенностей формирования толеков, потому что вот они определяют не только динамику подземных вод, значит, они определяют и развитие многих процессов. Очень важным является изучение криогенного строения, правда? Там могут быть подземные льды, мы должны знать льдистость, мы должны знать, насколько, каково содержание льда в горных породах, естественно, и криогенного строения, текстуры и структуры. Мы должны знать составы и свойств, составы и свойств мерзлых пород. Прежде всего, инженерно-геологические свойства, прежде всего, механические свойства часто, потому что нам нужно будет оценивать устойчивость инженерных сооружений, соответственно. Поэтому нам нужно исследование состава и строения. Значит, конечно, закономерности распространения и развития криогенных процессов, вот, и явлений, процессов и явлений, взаимодействие мерзлых пород и подземных вод, раздел, который только что мы рассматривали, необходимо, нам нужно знать. Инженерно-геологические условия территории и опыта строительства, то есть чисто инженерно-геологические характеристики и опыт строительства очень важен, что наблюдалось при освоении этой территории в прошлом. Ну и, наконец, конечно, история развития мерзлых толщ, поскольку современное, скажем, их состояние определяется во многом тем, что было в прошлом, ну и, конечно, в будущем. Дальше прогноз, он основан, по сути дела, на изучении истории, на изучении закономерности развития мерзлых пород. Вот такие задачи мерзлотной съемки. Этапы проведения геокрологической съемки. Вот ландшафтно-ключевой метод, о котором мы говорили. Помните уже, значит, мы говорили о том, что выделяется, значит, территория районируется, выделяются ландшафты с какими-то однородными условиями, да, вот, а затем происходит их изучение. Вот на первом этапе таким образом проводится вот такое ландшафтное районирование по условиям, которые определяют тепловой режим, да, растительность, снег, геологическое строение, рельеф и так далее. Вот, почвы, прочее, но достаточно много характеристик. И на втором этапе на основе уже районирования составляются карты районирования, выбираются ключевые участки. Помните, тоже мы говорили, на каких принципах они должны быть представительные, да, эти участки. На них проводятся уже отдельные частные работы, на которых изучаются закономерности, да. Значит, на этом этапе проводятся маршрутные исследования, поскольку они необходимы для идентификации и определения различий в этих ключевых участках, так. Вот, причем, помните, мы говорили, что они должны быть как типичными, эти ключевые участки, они должны включать как типичные условия, так и аномальные. То есть они должны охватывать всю природную обстановку по возможности. То есть мы, значит, должны иметь там и типичные характеристики, и аномальные, да. И охватывать, конечно, все типы ландшафтов. То есть число ключевых участков должно соответствовать числу ландшафтов, выделенных, так. И на третьем этапе съемки, это третий этап съемки. Значит, первое — районирование, второе — выделение и работа на ключевых участках, и третье — это составление геокрологических карт. Вот. Путем распространения мы получаем эти геокрологические параметры. Это могут быть температура, мощность там, мощность слоя сезонного отаяния и так далее. Значит, на этом основе мы составляем геокрологические карты. Вот это третий этап. Три этапа при изучении, при проведении геокрологической съемки. Значит, кроме того, выделяются еще временные этапы. Вот. Предыдущие этапы — это по сути исследования, но по времени, значит, можно еще выделить подготовительный, полевой и камеральный период. Вот. Скажем, в полевой период важно изучение зависимости и характеристик от окружающей среды, да, вот как раз это исследование на ключевых участках проводится в основном в полевой период. Вот. Что показывают на карте? Вот. Важно вот установить при съемке взаимосвязь между характеристиками природной среды и геокрологическими характеристиками. Так вот важно, чтобы была такая взаимосвязь. Так? Вот. Значит, самой на геокрологической карте может быть показана либо одна геокрологическая характеристика, например, температура, да, или, может быть, комплекс показан одновременно, скажем, показываются среднегодовые температуры пород, мощности мерзлых, толщи-лики, там, положение, скажем, кровли мерзлоты, положение подошвы и так далее. Вот. Целый ряд, значит, характеристик. Льдистость, да, вот распространение, там, подземных льдов какого-то типа и так далее. Теперь, вот важным инструментом является маршрутное исследование, как мы сказали. Вот что выполняется при проведении маршрутных исследований? Ну, во-первых, выделяются геологические, геоморфологические, геоботанические границы. Нам нужно, чтобы провести районирование, нам нужно выделить эти границы. Вот это первая задача маршрутных исследований. Очень важно определение глубин сезонного оттаяния промерзания. Вот. Инструментарий мы рассмотрим попозже, но вот сейчас пока говорим о том, что такая задача существует. Изучаются криогенные явления, происходит наблюдение, производятся таких явлений. Вот. Описываются их там характеристики, распространения, скажем, активности и так далее. Изучаются поверхностные воды, выходы подземных вод и наледи, если таковые существуют. Исследования криогенного строения в обнажении горных выработках, то есть при бурении, скажем, в скважины достаются керны, и, естественно, описывается криогенное строение, содержание льда, особенности криогенного текстур и так далее, строение льда. Кроме того, важной задачей маршрутных исследований изучается изучение территории для оценки опыта строительства других видов освоения, потому что погуляв по территории, вообще-то, да, скажем, освоение, предположим, золотоносных, территории золотоносных месторождений где-нибудь Южной Якутии, вы вполне получите представление о том, как влияют эти разработки на изменение мерзлотных условий. Или, скажем, строительство дорог, железных дорог, автомобильных дорог. Необходимо провести обследование территории, где распространены эти инженерные сооружения, и оценить влияние этих инженерных сооружений на мерзлотные условия. Что там возникает, происходит ли там оттаивание, наоборот, формирование мерзлоты и так далее. Вот. Значит, задачи, которые решаются с помощью буровых или горно-буровых работ. Вот. Необходимо изучение характеристик очевидных, да, состава, температур, мощности. Значит, мы записываем, документируем скважину, керны скважины, определяем температуру в скважинах. Вот. Уровень подземных вод, если таковой существует, правда, криопеги могут быть и так далее. Отбираются пробы, естественно, для уже исследования лаборатории. Так, эти же скважины используются для и другие горные выработки, например, шахты, используются для режимных уже наблюдений, термических и гидротермических, геопетического коротажа и так далее. Вот, значит, комплекс работ, который решается, или задача, которая решается при буровых работах. Значит, важно подчеркнуть, что бурение скважин нужно проводить преимущественно с продувкой. Вот не промывкой, которая обычно делается, и которой, наверное, вы привыкли, и знаете метод, в Крыму, видимо, использовали его, с продувкой. Вот, это сложнее, конечно, потому что осуществить охлаждение забоя скважины воздухом сложнее, чем жидкостью, естественно. Значит, теплоноситель воздух это не лучший вариант. Вот, в результате, кстати говоря, может происходить растепление кернов, оттаивание кернов, то, что вы достаете, вы можете уже не достать совсем мерзлоту, а вы достаете талой. Потом еще, не дай бог, напишите, что это талая порода там, да, там, где была мерзлота, потому что произошло растепление. Вот, ну, с другой стороны, значит, промывка, естественно, она очень сильно нарушает тепловые условия. Потом в такой скважине сможете померить температуру, потому что вы с помощью жидкости принесли туда слишком много тепла. Соответственно, вам нужно, конечно, продувку, потому что в этих условиях вот вы не нарушаете, воздух мало приносит тепла с собой, поэтому потом в такой скважине можете померить температуру горных пород. Вот возникают, так сказать, такие вот проблемы, потому что, значит, бывает сложно, все равно происходит некоторое растепление даже при воздушном способе проходки. Вот, скважины иногда можете достать, и действительно талл и керн, и так далее. Вот, но, тем не менее, эта рекомендация, она очень важна для кролитозона. То есть бурение скважин там нужно проводить без промывки. Вот. Ну и, конечно, это, так сказать, это чисто технически это труднее сделать, правда, потому что нужно удалять шлам каким-то образом, и скорость бурения падает. Но вот, тем не менее, это нужно делать. Значит, сами скважины разделяются обычно на на картировочные скважины, вот, которые обычно при картировании, которые, они только на глубину слоя нулевых годовых амплитуд. Вот, там 10, там до 25 метров. Обычно это 10 метров, но хотя бы 10, не меньше. Вот. Ну и опорные гидерамические скважины, проходящие через счет толщи. Вот. Они необходимы для того, чтобы установить границы мерзлоты, положение подошвы мерзлоты и распределение температур мерзлой толщи, что очень важно тоже показать, потому что по распределению температур, как вы понимаете, может судить о том, что происходит ли, скажем, современное увеличение мощности этой мерзлоты, или наоборот, ее оттаивание и так далее. сами скважины располагаются в пределах каждого ландшафта, то есть на ключевом участке не менее трех, естественно, так же, как при строительстве, скажем, при строительстве какого-нибудь здания, значит, минимальное количество скважин это три, меньше нельзя. Вот. И, конечно, их расположение, это не квадратным гнездовым способом, да, вот, а с учетом геологического строения, то есть если, предположительно, вы сначала, значит, в подготовительный период выделяете там территорию для, с различным строением, вот, выходы, какие-то отложения того или иного типа, соответственно, вы размещаете скважины так, чтобы охарактеризовать эти основные геологические структуры, вот. Но не менее трех на каждом ландшафте в любом случае, так? Вот. Дальше. Вот методы определения мощности. Ведь нам очень важно определить, какой мощности, например, для того, чтобы, например, предполагать источник водоснабжения на этой глубине, ну, и так далее, скажем, оценивать изменение мощности при освоении территории. Значит, нам нужно определить мощность многолетней мировых пород. Значит, каким образом нужно сделать это, как можно определить? Ну, я еще здесь не упомяну метод, ну, так сказать, такой предварительной оценки, но, в принципе, три основных метода. Помните, самый простой метод какой? Какой самый простой метод? Значит, вот температура, скажем, на поверхности минус 6, да? Какова мощность мерзлоты? Среднегодовая температура на поверхности горных пород, горных пород, или на подошве слоя сезонного протаивания, скажем, минус 6 градусов, да? Какова мощность мерзлоты? Мы знаем, что у нас геотермический градиент 3 градуса на 100 метров, да? Соответственно, 100 метров 3 градуса, 200 метров 6 градусов, вот минус 6, значит, нам дает, что в этом районе, наверное, мин 200 метров, правда? При температуре на подошве мерзлоты минус 6, на подошве слоя сезонного протаивания минус 6, значит, наверное, мощность мерзлоты около 200 метров. Но это вот такая очень, так сказать, простая оценка, как на самом деле нужно это делать, предварительная оценка. Значит, это нужно бурение, конечно, то есть нужно пробурить и посмотреть, действительно ли мерзлота находится, потому что, во-первых, она может там оставаться реликтовая, да? Вот, сегодня, скажем, условия более теплые, чем были раньше, поэтому она должна быть больше, а может быть и меньше, потому что, может быть, эта минус 6 сформировалась только недавно, а мощность еще не успела увеличиться до соответствующей вот этой температуре, правда? Значит, соответственно, нам нужны горно-буровые работы пробурить и посмотреть, так? Причем пробурить вот так аккуратно, не растепляя жидкостью скважину, так? Может быть, могут использоваться геофизические исследования, прежде всего, электроразведка, мы помним, что льдисты и вообще мерзлота характеризуются тем, что резко увеличивается электрическое сопротивление, соответственно, методы электроразведки могут поменяться на постоянного, переменного тока для того, чтобы определить мощность мерзлоты, так? Геофизические методы. И, конечно, мы можем моделировать, вот уже, так сказать, более, скажем, используя данные о прошлых температурах, используя какие-то сведения о возможном изменении территории, скажем, предполагается нарушение растительности или устройство подсыпки, скажем, да, вот, или снимается снег при освоении на каких-то территориях, счищается снег, скажем, вот, в этом случае мы моделируем положение мерзлоты, учитывая, вот, изменение температурных условий на поверхности во времени, за какой-то срок. Тогда у нас, если мы знаем, конечно, теплофизические характеристики пород и знаем граничные условия, вот, то такая, такая задача численными методами сегодня может быть решена, вот, правда, вот часто без, соответственно, возможного влияния, скажем, движения подземных вод на многолетние мерзлые породы. Вот, методы определения мощности многолетних мерзлых пород. Так, теперь методы изучения мерзлых грунтов. Какие методы? Как они разделяются? Значит, методы изучения состава, так, герлометрического состава, минерального состава и так далее. Методы изучения строения мерзлых грунтов, криогенного строения, содержания льда, допустим, и характеристика криогенных текстур. Методы изучения свойств мерзлых пород, скажем, прочности, деформируемости, там, модули деформации и так далее. Методы изучения температурного режима сезонного промерзания оттаивания, свои методы. Вот, мы изучаем, как, каковы там температуры, как изменяется глубина сезонного оттаивания или промерзания. И методы изучения герлометрических или мерзлотных процессов и явлений. Так, вот разные методы используются, то есть целый набор методов, они все разные. Потому что они предмет изучения разный в данном случае, соответственно, и методы разные. Ну, мы сейчас их рассмотрим последовательно, эти методы. Вот, методы изучения состава. Ну, вот, помимо герлометрического и минерального состава, которые, в общем-то, известны вам из других курсов, в частности, из курса грунтовидения, изучаются, конечно, физические, вот, так сказать, характеристики, такие, как плотность, влажность, льдистость, содержание замерзшей воды, состав, замерзшей воды, да. Вот, это, скажем, методы определения плотности. Метод режущего кольца очень, конечно, трудоемкий, вот, поверьте, вырезать, скажем, прочность иногда некоторых мерзлых грунтов, там, почти сравнимо с прочностью бетона, да, вот, говорят, мерзлого песка. Представьте, режущим кольцом вырезать, значит, применяются вообще гидравлические прессы для того, чтобы это сделать, не так, как в лаборатории, имеющая дело с немерзлыми породами, там легко это сделать руками. Ну, не легко, но, во всяком случае, не идет ни в какое сравнение с тем, что приходится, какие усилия приходится предпринимать, чтобы, скажем, вырезать кольцом в мерзлых породах. Ну, в глинистых там породах или засоленых, и при применении там прессов гидравлических, в принципе, это осуществляется достаточно широко в лабораториях. действительно, деваться некуда. Вот, это достаточно точный метод, потому что вот все остальные, допустим, ну, в общем, они тоже могут быть использованы. Вот, это метод обмера образцов, то есть мы вырезаем, скажем, куб, хотя тоже нужно вырезать, да, вот, и измерим, или там взвешиваем образцы в нейтральной жидкости, тоже по вытеснению, скажем, так сказать, в керосине там, предположим, не замерзает, значит, мы можем, так сказать, взвесить, посмотреть, сколько вытеснил. Вот метод Лунки, вот метод Ведерникова, радиоизотопный даже можно применить, правда, вот, как плотность можно с помощью радиоизотопного метода определить, да, ну, просто потому, что, скажем, нейтроны, да, они двигаются по-разному в веществе разной плотности, в принципе, мы можем применить, хотя методы, там, связанные с пользами радиоактивных изотопов, не очень популярны, хотя они, в общем-то, существуют, так, вот, ну, полевым методам, вот, два, четыре, семь, лабораторные, вот, так сказать, три, пять, там, шесть, семь, хотя, вот, метод бережущего кольца, часто используется в лаборатории, после того, как в лаборатории доставлены монолиты, потому что, ну, он такой традиционный, часто используется, вот, ну, вот он, значит, пила необходима для того, чтобы, скажем, нарезать сначала, вот, так сказать, такие вот плоские, плоские образцы, и затем, вот, гидравлический пресс, за то, чтобы вдавить, вдавить образцы, вдавить кольцо в мерзлые, мерзлые пароды, взвешивание вот образцов нейтральной жидкости, ну, понятное достаточно по закону Архимеда, мы вот определяем плотность по, так сказать, массу образцов воздуха, массу образцов води и плотной жидкости, понятно, что, значит, достаточно простая формула, вот, есть еще расчетный метод, вот, с использованием, если мы знаем, скажем, влажность, и мы знаем плотность, значит, плотность минеральных частиц, то, в принципе, мы можем определить, значит, плотность мерзлых пород, ну, это вот такой расчетный метод, вот, не очень-то часто используется, так, значит, методы определения влажности, влажности грунтов, мерзлых грунтов, значит, ну, во-первых, нужно собрать пробу достаточно, да, значит, адекватную, которая отражала бы действительно правильно влажность, потому что она неравномерно же распределена по слою, правда, там и креогенные текстуры, так сказать, и все такое, включение ледяное, вот, как нам быть, вот, значит, ну, хотя используется, вот, точечный метод, скажем, для массивной текстуры, когда нет ледяных включений, то есть в одной точке берется образец, да, то если у нас вот есть ледяные включения, текстуры, прослой, так сказать, и так далее, то либо берется метод бороздки, вот, либо метод средней пробы, когда мы берем, так сказать, вот, усредняем там, вот, значит, для того, чтобы определить льдистость мерзлых грунтов, значит, ну, вот разные методы тоже используются, часто, скажем, просто подсчитывается, предположим, визуальная льдистость, так называемая, то есть из керна вы достаете или из умножения и, значит, вот считаете примерно количество, размер этих ледяных включений на, скажем, на единицу длины, вот таким образом можно, в принципе, определить. Так, теперь, значит, важно определить незамерзшую воду, количество незамерзшей воды, потому что чем больше незамерзшей воды, соответственно, тем ближе по своим свойствам мерзлые породы напоминают не мерзлые, так, даже несмотря на то, что она находится при отрицательной температуре и содержит лед. Вот важно, особенно прочность, механические характеристики часто зависят от незамерзшей воды и теплофизические также, правда, потому что, если, скажем, происходит движение границы там, промерзание и идет фазовый переход, то очень важно знать, каково содержание замерзшей воды, поэтому важная характеристика. Так, значит, ну, несколько методов применяются, ну, достаточно точный калориометрический метод, то есть, когда мы, скажем, оттаиваем мерзлый грунт и измеряем тепловой эффект, сколько потребовалось тепла для того, чтобы оттаять. Вот, учитывая, что мы знаем, сколько нужно тепла для того, чтобы оттаять единицу льда, да, скажем, какой-то определенный объем льда или вес, вот, то, соответственно, мы можем использовать калориометрический метод. Ну, требуется калорийный для этого, лабораторный, довольно точный, так. Значит, более простой метод контактный, значит, мы приводим в соприкосновение собственно, так сказать, вот, высушенный, значит, грунт с, с, вот, помещаемого условия, температурным условиям, при котором он может набрать, так сказать, столько влаги в себя, вот, при данной температуре, да, вот, значит, и наблюдаем некоторое время, когда, значит, наступает равновесие, то есть перестает увеличиваться вес вот этого сухого грунта, набравшего себе при этих условиях влагу, при этой температуре, мы его взвешиваем. Вот, ну, есть также расчетный метод, вот, видите, исходящий из того, что есть некоторый коэффициент, вот, зависящий там от числа пластичности, от вида грунта и так далее, так сказать, поправки. Вот мы можем очень грубо оценить, сколько незамерзшей воды таким расчетным методом по СНИПу. Вот, теперь методы изучения строения, то есть методы изучения креогенных текстур, прежде всего, да, вот, структуры и текстуры. Ну, кстати говоря, в общем-то, содержание замерзшей воды это тоже метод изучения строения, правда, потому что, если мы изучаем состав, да, то, в общем-то, это тоже индистость, так сказать, состав. Итак, креогенные текстуры, вот, то есть, фактически, это методы изучения уже текстур. Основные, вот, массивная, сетчатая и слоистая текстуры, но между ними масса промежуточных вариантов. Мы с вами уже коротко про это говорили. Вот, важно описать. Вот, ну, у нас пока нет таких стандартов. Вот, очень, так сказать, приблизительно, там дает ГОСТ. Вот, так что вы можете как-то при описании, придерживаться, конечно, рекомендации, но здесь и проявлять свою фантазию. Важно, чтобы текстура была описана адекватно. Значит, дальше, вот методы изучения свойств. Ну, разделяются свойства на теплофизические, геофизические, механические. Основные, вот, как бы, основные группы свойств, которые изучаются и важны для наших целей. Теплофизические необходимы для того, чтобы мы провели правильный расчет, скажем, промерзания, глубины промерзания, тепловых условий вообще, температурных условий горных пород. Вот, геофизические свойства нам необходимы для того, чтобы использовать геофизику правильно, для того, чтобы мы, скажем, с помощью геофизических методов могли правильно определить конфигурацию мерзлоты, положение подошвы, толиков и так далее. Вот, и механические свойства, конечно, очень важны для того, чтобы мы могли оценить устойчивость фундаментов инженерных сооружений в крылитозоне. Вот, три группы свойств между грантовкой, а второй обычно изучается при съемке. Вот, теплофизические свойства, прежде всего. Так, это коэффициент теплопроводности, вот, ватт, метр на градус. Это коэффициент между градиентом температуры и тепловым потоком, так, коэффициент теплопроводности, коэффициент температуры проводности, вот в равнении фурье, помните, значит, коэффициент, так сказать, между этими двумя производными в его формуле. Удельная теплоемкость, так, количество тепла, которое необходимо, чтобы нагреть грунт на определенную температуру, объемную тепло, вот удельная, есть, так сказать, по отношению к весу, объемную по отношению к объему определенному, да, вот это соотношение между, скажем, теплопроводностью, температуропроводностью и теплоемкостью, да, и между удельной и объемной, здесь, так сказать, неточность, ну, неважно, в общем, здесь соотношение вот это вот важно запомнить, между коэффициентом теплопроводности, коэффициентом температуры проводности и коэффициентом теплоемкости. Значит, определение температуры проводности. Проводится, как правило, методом цилиндрического щупа. В чем идея? Мы иголочку опускаем в массив мерзлый или не мерзлый, неважно, можем в любом материале измерить температуру проводности. Опускаем иголочку, даем некий известный импульс тепловой на эту иглу и затем смотрим, как быстро происходит затухание этого сигнала. По характеристике затухания этого сигнала можно примерно оценить. Задача решена для получения коэффициента температуры проводности. Есть метод определения, который основан на стационарном тепловом режиме. В данном методе можем определить как коэффициент температуры проводности, так и коэффициент теплопроводности. Потому что мы определяем тепловые потоки, знаем распределение температур здесь, знаем тепловой поток. Помните, коэффициент теплопроводности это соотношение между тепловым потоком и градиентом температуры. Вот мы знаем здесь градиент температуры, знаем тепловой поток, его сами там создаем, допустим, нагревателем, скажем. И вот таким образом можем определить коэффициент теплопроводности. Ну а зная теплоемкость, можно определить и коэффициент температуры проводности. Вот, значит, механические свойства. Ну, достаточно большой набор характеристик механических свойств, правда? Значит, как прочностные характеристики, так и деформационные. Механические обычно так разделяются, прочностные и деформационные. Итак, значит, это что такое? Модуль деформации, эквивалентное сцепление, так называемое. Сейчас попозже поговорим, что это такое. Прочность на сжатие. Вот, условно мгновенная и длительная прочность. Затем коэффициент сжимаемости, прочность на разрыв, сопротивление сдвигу, сцепление угол внутреннего трения, сопротивление срезу или сдвигу по поверхности смерзания, скажем так. Коэффициент оттаивания и сжимаемости при оттаивании, деформации пучения. Даже определяют касательные нормальные силы пучения. Вот такие методы. Вот, такие свойства используются. Они необходимы для оценки устойчивости инженерных сооружений, как вы понимаете. Вот. Значит, ну вот здесь нам необходимо немножко поговорить о теории. Вот о том, в чем отличие механических свойств мерзлых грунтов от немерзлых. Мы об этом подробно поговорим в следующий раз. Но сейчас давайте вот, прежде всего, вот что отметим. Во-первых, вот это образование льда в мерзлых породах приводит, с одной стороны, к резкому увеличению прочности. Вот. То есть, значительно повышается прочность, устойчивость этой мерзлой породы. С одной стороны. С другой стороны, присутствие льда в горных породах вызывает такие особенности ее поведения под нагрузками, когда начинает быть способной к длительному деформированию. Вот если, скажем, немерзлые породы могут просто, значит, вот как-то сжаться, так сказать, уменьшить, увеличить плотность, частицы станут более плотно прилегать друг к другу, значит, вот произойдет такое медленное затухание деформации под нагрузкой, если мы начинаем, скажем, воздействовать на часто, например, как вариант. Не всегда тоже, так сказать, могут быть разные случаи. Но вот что характерно для мерзлых грунтов, это то, что они иногда способны к очень длительным деформациям под нагрузками, как какие-нибудь глины, скажем. Вот тоже в немерзлых, среди немерзлых глинами, глины эти отличаются свойствами. Вот такие вот особенности. И вот именно эти особенности, с одной стороны, высокая прочность, а с другой стороны, условно-мгновенная в частности, а с другой стороны, особенность, вернее, способность к очень длительным деформациям под нагрузкой, которые могут быть очень большими, очень значительными. Вот и определяет основные проблемы, с которыми сталкиваются инженеры при строительстве и при оценке устойчивости инженерных сооружений. Ну, давайте тогда мы это в следующий раз рассмотрим. Значит, в следующий раз будут механические свойства и устойчивость инженерных сооружений на мерзлых грунтах.